Здравствуйте! Предлагаем юным читателям и их родителям обзор книг о наших четвероногих друзьях в зоопарк в моей квартире. Ежегодно 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный день домашних животных. Впервые идея организации этого праздника была выдвана еще в 1931 году на Международном конгрессе во Флоренции. В этот день проходят разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и домашних животных. Почти в каждой семье живут домашние любимцы. Ученые подсчитали, что наиболее популярными домашними животными в мире являются собаки и кошки. Кошки и собаки умеют лечить болезнь человека. Попугаи и черепахи являются долгожителями среди домашних питомцев. Крысы плохо переносят одиночество. Кролики обожают играть в прятки. Какими особенностями обладают герои представленных вам книг, узнаете из этого обзора. Есть книги, которые своим названием пугают и не хочется их читать. Иди таких произведений – книга английской писательницы Энн Файн «Дневник кота-убийцы». На самом деле это смешная, добрая, а порой и поучительная книга о домашнем любимце от Эд Таффи, который ведет дневник и рассказывает в нем о своих хозяинах. Правда, кошачье представление о поведении в доме несколько отличается от человеческих. К примеру, Таффи искренне не может понять, что же он сделал не так, съев птичку или убив мышку. Почему хозяин громко кричит на него по ночам, когда ему хочется петь песни? Почему хозяин заливается слезами, когда он сбежал из дома, чтобы просто поболтать со своими кошачьими собратьями? Нам, людям, поведение домашних котов понять не должно. В нашей стране тоже живет говорящий кот. Его зовут Барсик. Барсик ведет собственный дневник, где описывает жизнь своих домочадцев. Хозяйки с хозяином, их дочери Алены, восьмиклассника Абонтуса и дошкольника Вани. Ну и, конечно, высказывает свое мнение обо всем, что происходит в доме. Барсик долго не решался дать согласие на издание своего дневника. Но после долгих уговоров согласился и даже не к себе придумал. Котов Сапиенс. Перевела дневник кошачьего языка на человеческий. Замечательная детская писательница Тамара Крюкова. Только ей Барсик смог доверить свои тайны. Кто из грызунов больше всего боится кошек? Конечно же, мыши. Но вот маленький отважный мышонок Стюарт Литтл это не просто мышонок, который живет в американской семье, а настоящий джентльмен, доброжелательный и воспитанный. Несмотря на крошечный рост, он смел, бесстрашен и всегда готов к приключениям. Он очень привязался к своей семье и даже продружился с огромным белым пушистым. Очень часто бывает так, что животное берут домой, чтобы поиграться, а потом за ненадобностью выкидывают на улицу. Подобная история основана на реальных событиях, описана в книге Леонида Сергеева «Альма». Маленькие девочки-соседки и писателя обнаружили на улице четырехмесячного щенка. Они дали щенку имя «Альма» и привязали его к Кириллу в подъезде. Родители не разрешали им забирать малыша домой. Леониду Сергееву стало жалко собачонку, присущейся от холода, но забрал ее к себе домой. Спасенная писателем собака на долгие годы стала его преданным и искренним другом. Преданным неверным другом для мальчика Саши стал Трессон. Собака поводлились в книге Михаила Самарского «Радуга для двух». Сашке нужна помощь. Он потерял зрение в автокатастрофе и без Трессона теперь не представляет свою жизнь. Благодаря истинной любви этой умной преданной собаке мальчик смог снова радоваться жизни. Однако приобретенной в специальной школе навык не нападать на людей, сыграл сон золой сутки. Его похитили, но верный друг не будет сидеть в жалапы. Он будет бороться, потому что нужен Сашке, и сон должен вернуться к нему. Бабака Косточкина из книги Анны Никольской всегда жила в тепле и уюте. Она любимица семьи Косточкина. Даже можно сказать глава этой семьи. Она самая неповторимая и самая мудрая в мире собака. Придачу еще и говорите у нее. С ее появлением бытовые неурядицы у Косточкины превращаются в настоящее приключение. А каждый новый день становится особенным. В книге про Бабаку и Косточкину 2 сын семьи Косточкиных, Костя, вместе с Бабакой отправляется на поиски сбежавшего хомяка. Поиски приводят героев к соседям. И тут такое начинается. Оказывается, что знакомые Кости соседи заколдованные и необычные. Найдут ли друзья хомяка Фомича и выберутся ли из заколдованного подъезда? Вы узнаете, прочитав эту книгу. Однажды утром Костя Косточкин просыпается в чужой квартире, чужой семье и вообще в другом времени. Внезапно он перенесся на 30 лет назад. Он остался один, без родных друзей из совсем другой страны. Что же делать? Там в прошлом Косте помогут новые друзья. Да и верная Бабака не оставит любимого хозяина в беде. Вернется ли Костя назад в будущее в своей семье или навсегда останется в прошлом? Узнаете, прочитав последнюю книгу про Бабаку Косточкинутри или все ноги из детства? Вот и подошел к концу наш обзор. Мы рассказали вам далеко не обо всех книгах о жизни и приключениях домашних животных. И предлагаем вам и другие книги по этой теме, которые есть в нашей библиотеке. Приятного ждать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова